Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» с главными событиями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Готовимся к столетию. Глава Республики подписал указ о праздновании юбилея Чувашской автономии. Чувгу-Гол. На базе ЧГУ открылась интеллектуальная смена для старшеклассников. Первое место и 10 медалей в личном зачете. В Республике Беларусь окончилась спартакиада союзного государства для детей и юношества. Глава Республики подписал указ о праздновании столетия образования Чувашской автономной области. Членом правительства Михаил Игнатьев поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к юбилейной дате. И сегодня же стало известно, какие муниципалитеты станут центрами торжеств. Подробности у Дмитрия Ковалева. Наравне с чебоксарами принимать главный праздник Республики будет и Красночитайский район. Муниципалитет одержал уверенную победу в конкурсе. В канун юбилейной даты проходят и Дни культуры Чувашии. Старт уже дали в Крыму. Дни культуры региона – повод повысить инвестиционную привлекательность. Михаил Игнатьев отметил, что в рамках подписанного 7 лет назад указа президента республики выделят и немалые суммы из бюджета страны. Речь идет о развитии реального сектора экономики. Речь идет о привлечении инвестиций. На территории республики мы говорили, мне журналисты задавали, когда я сейчас прямые эфиры проводил. Будем проводить на уровне населенных пунктов. Это повод вспомнить самых лучших, достойных селян. От уроженцев республики военных офицеров поступила долгожданная новость. Сыны Отечества получили официальный статус. Это крайне важно для региона, отметил Михаил Игнатьев. Миниус Российской Федерации выдал свидетельство государственной рефикации, некоммерческой организации. Они ежегодно приезжают на разные мероприятия. Прежде всего военные, кто в отставке, кто еще работает, служит Отечеству, является защитником Отечества. К столетию республики решится и проблема с долгостроем на заливе Чебоксара. Подрядчики уже укрепили фундамент, работы начнутся после проводимой экспертизы. Таких случаев, когда земельные участки используются столь неэффективно, местные власти не должны допускать. От аренды муниципального имущества в бюджет региона поступают многомиллионные суммы. В целом по году доходы до 2018 года составили 2,2 миллиарда рублей. В 2017 году это было 2,1. Если говорить об истории 2016 года, 2,4. Но в этом году тенденцию примерно прошлого года выдерживаем. Тенденция именно по снижению у нас прослеживается в городах, а в муниципальных образованиях она сохраняется и с определенным ростом выстроена. У города Чебоксара, если говорить в цифрах, сегодня в структуре поступления за 9 месяцев это 647,8 миллионов рублей. Более 250 миллионов рублей долг предприятия банкрота коммунальные технологии. Дело рассматривает суд. За последние годы в пользу муниципалитета взыскали большую сумму. Начиная с 2014 года, после усиления работы, выполнения вашего поручения, нам удалось снизить задолженность на 206 миллионов рублей. За последние 6 лет площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду, снизилась в городе почти в 3 раза. Если в 2014 году мы управляли площадью 116 тысяч квадратных метров, то к концу этого года останется около 20 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы в республике должен быть налажен тотальный учет муниципального имущества и земельных участков. Для этого в регионе создают информационную систему удаленного мониторинга. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков, Республика. Сегодня в Доме правительства состоялось первое заседание Попечительского совета Центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, которое провел глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. В повестке ключевые направления работы будущего учреждения. В Чувашской Республике, как и в целом по стране, за последние годы создано большое количество площадок для выявления талантливых и перспективных детей. Нам нужно, выявляя эти таланты, эти личности, создавать им благоприятную среду. Кто-то из них станет ученым, кто-то государственным деятелем, кто-то политическим деятелем, а кто-то на самом деле настоящий предприниматель нашей России. В рамках соглашения с фондом «Талант и успех», подписанного в Сочи в феврале этого года, в Республике создается Центр Эдкер для одаренных детей. Субсидии с федерального бюджета в размере более 213 миллионов рублей выделены на оснащение Центра высокотехнологичным оборудованием. Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Будущему Центру уже передан имущественный комплекс общей площадью 11 тысяч квадратных метров по улице Гражданской. В его состав входит учебный корпус, общежитие и спортивная площадка. Лабораторный корпус планируется оснастить по последнему слову науки и техники. Высокие требования предъявляют и к педагогическому коллективу. Подбором кадров уже занялись. В Центре будет свой штат, преподаватель, который будет работать по общим образовательным предметам. Но на профильные программы мы будем привлекать всех специалистов, которые могут работать в той или иной области. Ключевыми направлениями работы станут наука, искусство и спорт. Зачисление школьников будет проходить на основе конкурсного отбора. Открытие первых лабораторий Центра запланировано уже на конец декабря 2019 года. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика. Сохранение природного баланса, охрана окружающей среды – задача не только специалистов в этой области, но и неравнодушных людей. Экологический рейтинг, в котором Чувашия занимает лидирующие позиции, позволяет надеяться, что в Республике таких немало. Какие меры принимаются для улучшения обстановки, узнавала моя коллега Наталья Мальчикова. Чистый воздух, чистая вода и природа сохранять высокие показатели позволяет эффективная реализация федерального проекта «Чистая страна». Ключевого направления нацпроекта «Экология», считают эксперты. В Чувашии успешно действует комплексная система переработки и утилизации отходов. Это новый полигон и сортировочный комплекс. Рекультивация – самый большой в Приворском федеральном округе. Свалки ТБО в Пехтулина – важный шаг к улучшению качества жизни. На ближайшие два года запланирована аналогичная работа в Канаше, Ядрине, Аликово и Яльчиках. На заседании Общественного совета при Министерстве экологии затронули самые наболевшие экопроблемы. Говорили о том, как сделать так, чтобы и волки сыты были, и овцы целы. Неравнодушных граждан беспокоит судьба вековых дубов в Акреевском лесу. Начали финансировать в Акреевском парке, он начал осваивать эти деньги, стало красиво. В том году чуть ли не полмиллиона посетителей в этом Акреевском парке было. То есть как-то не стало в хозяйстве и части федерационной. На сегодняшний день ему можно поставить пятерку. Но что касается, что ему будет различить, сколько будет жить у права, это надо отдать до скорой директора. Но мы это не заключаем. Из положительного опыта, который, кстати, высоко оценили на федеральном уровне, эффективное решение проблемы очистки сточных вод. Работы, проделанные по очистке сточных вод, это на Чебоксарске строится на биологических очистных сооружениях третья очередь, потому что в первой и второй очереди уже, ну, они, можно сказать, отработали свое, отрабатывают свое. Потом на водозаборе у нас новые технологии внедрили. Вот Чебоксары питают этот водозабор волшеской водой. Там, скажем, безотходные технологии. Сейчас они у нас утилизируются как на водозаборе, так и на очистных сооружениях. Зеленые зоны, сохранение, преумножение леса, а также эффективное лесовосстановление на вырубках, гарях, первостепенные задачи лесоводов. Экообразование – фундамент для воспитания гуманного цивилизованного общества, считает эколог со стажем Федор Корягин. При этом реализация новых инвестиционных проектов в области экологии. Несомненно это инвестиция в здоровье каждого жителя республики. Наталья Мальчикова, Валерий Рязюков, Республика. В зону риска попали сразу три строящихся детских сада. Ход работ на социально важных объектах в Заволжье, Чебоксарском и Цивильском районах проинспектировал председатель кабинета министров. Чем испугала рабочих представительная делегация из столицы республики, так и осталась загадкой. Зато стало понятно, почему строительство детского сада затягивается. Его открытие было намечено на лето, но сроки сдачи подрядчики продолжают переносить. Под угрозой срыва и другой контракт в Новочебоксарске. Фронт работ еще большой. По контракту в детском саду Сосновки должно быть создано 150 мест. Подрядчикам необходимо проложить инженерные сети, оборудовать лифт для инвалидов и бассейн. Подрядчики озвучили новые планы открыть детский сад до конца года. Председатель кабина отметил, что темп работ необходимо ускорить. Полны оптимизма и в Цивильске, хотя сдача объекта по контракту намечена на декабрь. Строители возводят третий этаж и прокладывают сети. Проложить кровлю задача ближайших суток. По прогнозам, на этой неделе в республику придут холода, и это затруднит отделочные работы. Иван Моторин проинспектировал и строительство детского сада в деревне Большие Катрасии. Его открытие намечено также на этот год. До 5 ноября двери наружу у меня тоже все будут стоять. Я буду штукатурить. Детские сады не должны становиться долгостроями, отметил Иван Моторин. Для подрядчиков это гарантированные заказы. А вот за срывом контрактов последуют штрафные санкции. Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков и Бахтияр Велиев. Республика. До 7 лет лишения свободы грозит 33-летнему чебоксарцу. Мужчину обвиняют в том, что он избивал собственную дочь. В последний раз девочка попала в больницу. Чебоксарцу грозит до 7 лет лишения свободы. Обвиняемого задержали. В отношении него принята мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в феврале и октябре этого года обвиняемый, находясь у себя дома в городе Чебоксары, систематически наносил побои 6-летней дочери, в том числе используя при этом ремень от дамской сумки. После того, как правоохранительные органы поступило сообщение об очередном таком избиении малолетней, потерпевшая была госпитализирована. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Компетентные органы будут решать вопрос о лишении родительских прав. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. 128 миллионов рублей невыплаченных элементов вернули мамам, воспитывающим детей без отцов пристава Чувашии с начала этого года. На должников завели 550 уголовных дел. Об этом рассказал главный пристав Чувашии Анвар Закиров на пресс-конференции с ведущими средствами массовой информации города и республики. Дел, перешедших в категорию принудительного исполнения, в этом году стало больше почти на 10%. Штрафы ГИБДД, неуплата за ЖКХ. С должниками, которых суд обязал все выплатить, приставы работают по четкой схеме. Вначале предупреждение и срок на добровольную оплату, затем административная ответственность. Следующий шаг, как правило, возбуждение уголовного дела. Так поступили с 550 должниками по алиментам. К остальным применили ограничительные меры. Порядка 2000 должникам запретили временно до покошения долгов управлять транспортом. Пяти тысячам закрыли выезд за границу. Однако не все меры управления запретительные. Есть и предупредительные. В каждом районе теперь проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями центров труда и занятости. Да, мы пытаемся дойти до каждого должника, который не начал официально, официально не трудоустроился и не начал выплату алиментов именно с официальной зарплатой совместно с сотрудниками СЗН для того, чтобы постараться как-то уже убедить, да, там, где человек убежден, соответственно, помочь ему либо трудоустроиться, либо как-то переучить его. Крайняя мера – реализация имущества должника. Причем ее применяют как к физическим, так и юридическим лицам. К примеру, предприятие злостно не выплачивает зарплату сотрудникам. Дела, связанные с такими производствами, ведет отдельная рабочая группа. Если мы такого должника найти не можем, да, по взысканию зарплаты, мы начинаем опрашивать взыскателей, выяснять, кем работали, когда работали, где работали, какой имущество было в организации, да, какую должность человек занимал, какую зарплату получал, какие были отношения с контрагентами. То есть стараемся максимально вникнуть в каждую историю по невыплате зарплаты. Итогом работы Управления судебных приставов с начала года стало более 4 миллиардов рублей взысканных с должников. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. В первые дни осенних каникул стартовала профильная смена для школьников Чувгугол. Именно в таком произношении Чувгу – это сокращенное название Чуварского госуниверситета имени Ульянова, организатора смены. А Гугол – математический термин, означающий единицу со ста нулями. Чувгугол! Готовили для ребят реальные кейсы, проще говоря, практические задачи. Самое главное, ребят должны очень четко понять, как они могут свои очень хорошие, глубокие, теоретические знания применить на практике. Мы постараемся это сделать вместе с опытными преподавателями, что очень важно и ценно, и уникально с помощью наших предприятий-партнеров. В этом проекте участвуют 15 предприятий ведущих Чувашской республики. Заинтересован в том, чтобы кадры надо готовить не с студенческой камней, а со школьной камней. То есть новые подходы к профориентационной работе. Проект Чувгугол станет одним из первых в стране в рамках программы «Кампус молодежных инноваций» национального проекта образования и нацпрограммы «Цифровая экономика». Наши на пьедестале. Школьники Чуваши вернулись из Республики Беларусь с Кубком Победителя. В Спартакеаде союзного государства для детей и юношества впервые участвовали ребята из Маргауш. Восемь команд, из них четыре из России. Наряду с Пензой, Ростовом-на-Дону, Челябинском, теперь Маргауши. Местный физкультурно-оздоровительный комплекс стал отличной базой для тренировок. Секретов подготовки никаких нет, только плавать, 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 набирать силы. Для участия в Спартакеаде отобрали сразу восемь человек. Софья Леонтьева привезла из Белоруссии четыре медали. Мне нравится стиль этого браса, потому что он красивый, там хорошее скольжение, и в него плавает моя любимая пловчиха. Первое место и десять медалей в личных стартах – результат нашей команды. Нам очень сильно помогла вера в самих себя, вера нашего тренера. Конечно, мы боялись, когда ехали в Белоруссию, потому что мы до этого никогда не выезжали за границы Чуваши. И да, это было ответственно, потому что мы представляли Российскую Федерацию. После такой победы ребята будут тренироваться с удвоенной силой. Сегодня в Чебоксарах открыли мемориальную доску Станиславу Малютину. Торжественная церемония приурочена к 90-летию со дня рождения ученого. Трудолюбивый, целеустремленный, любящий свое дело. Станислав Романович Малютин – уроженец деревни Пронькосы Чебоксарского района. Окончил исторический факультет Чувашского пединститута. Работал учителем, завучем, возглавлял в разное время ряд сельских школ республики. Потом пришел в Чувашский сельскохозяйственный институт, ныне академию, и прочно связал свою жизнь с экономикой аграрного комплекса республики. Он первым разработал материалы о ориентных отношениях, земельных отношениях, ряд других разработок. Опубликовал 80 научных трудов, из них 9 монографий, касающихся именно развития экономики, села, аграрного сектора, истории Чувашского народа и ряд других документов. И до, и после него я не видел такого искусственного, такого замечательного преподавателя, который мог самый скучный предмет, самые такие вещи преподнести студентам таким большим интересом, чтобы студенты запоминали и изучали этот предмет. Памятная доска теперь украшает стену дома номер 9 по улице Афанасьева, где долгое время жил Станислав Малютин. Человек, чье имя навсегда связано с развитием сельского хозяйства Чувашии. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика. Вся жизнь на сцене театра. Народный артист СССР Валерий Яковлев отметил свой 80-летний юбилей. Творческий вечер прошел в родном для юбиляра Чувашском академическом драматическом театре. Поздравить выдающегося режиссера пришли родные, коллеги, друзья, ученики и почитатели таланта. Его называют мастером перевоплощений. Обаятельный, разносторонний, невероятный. Валерий Николаевич Яковлев каждый свой образ доводил до совершенства. Он воплотил яркие роли в спектаклях «Кровавая свадьба», «Плач девушки на заре», «Ежевика вдоль плетня». На его счету более 30 постановок. В театр Валерий Яковлев влюбился в юности и верен сцене уже более 60 лет. Выпускник Чувашской студии Государственного института театрального искусства в Москве дважды окончил ГИТИС по специальностям актерское мастерство и режиссура. С 1961 года хранит верность Чувашскому драмтеатру, где служил актером, режиссером, главным режиссером, а теперь художественным руководителем. Человек-праздник и нескончаемый источник энергии. У него много почетных званий. Он лауреат множества фестивалей и премий. А 4 октября указом президента страны Валерий Яковлев награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Но самая важная для него награда – это признание и любовь зрителей. Порывы ветра до 21 метра в секунду фиксировали сегодня в республике. Из последствий перевернутые остановки и поваленные деревья. Сильный ветер в Чебоксарах. Подписчики портала «За рулем» сделали вот такие фотографии. Это остановочный павильон в северо-западном районе Чебоксар. Также портал «На связи» разместил фотографии с Ядринского шоссе и улицы Хузангая. Там повалило деревья. Завтра такого сильного ветра не ожидается. Однако уже в ночь на вторник, 29 октября, столбик термометра опустится ниже нулевой отметки. А в среду ожидается снегопад, сообщает сайт погода21.ру. Таким стал этот понедельник, 28 октября. А я с вами прощаюсь и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok